Купить квартиру в Самаре этим летом не проблема. Предложение на любой вкус. От однокомнатных квартир в центре и на окраине до коттеджей и таунхаусов. Однако не все горожане могут себе позволить улучшить жилищные условия. Не помогает даже ипотека. Если брать обычную нормальную квартиру, среднестатистическую, хотя бы даже в этом районе, то это слишком дорого. Даже во вторичках нужно еще очень долго копить на первый взнос. Но это зависит от стоимости жилья. И от этого будет зависеть то, на сколько лет брать ипотеку и среднемесячный платеж. Пока что я еще не могу себе этого позволить. Те квадраты, которые предлагают, а-ля там 46-42, и за них 8-9 миллионов. Ну, я считаю, это ненормально. Эксперты рынок жилья этим летом оценивают, как стабильные цены остановились на отметке в среднем по городу и по качеству жилья от эконом-класса до элитного в 100 тысяч рублей за метр квадратный. Это лето активно работает. Я думаю, что это связано как раз таки с тем, что цены стабилизировались на рынке. После сезонного увеличения цен в прошлом году, в конце прошлого года и увеличения цен в начале года, очень много как раз таки сейчас тех, кто пытается успеть в последний момент еще воспользоваться выгодными условиями ипотечного кредитования для того, чтобы успеть приобрести квартиру. Будет ли снижение или повышение цен осенью и к Новому году, спрогнозировать достаточно сложно. Пока цены на жилье в Самаре, по оценке экспертов, заморожены, чтобы рынок недвижимости смог пройти этот сложный период. Продавцы ждут увеличения покупательской способности горожан. Все зависит от запросов, от желаний. Конечно, цены выросли. Поприятнее было бы приобрести что-то за цены, которые были раньше. Но такова реальность. Если мы не можем ее изменить, значит, придется получше напрячься, побольше подзаработать и как-то выходить из этой ситуации. Правительство России планирует поднять зарплаты бюджетникам, предоставить финансовые льготы и субсидии определенным категориям населения. На ближайшие год-полтора, то и два, недвижимость у нас перешла в разряд, наверное, роскоши. Потому что позволить себе покупать объекты недвижимости теперь посовременно, по существующим ценам, большинство населения, наверное, уже не сможет. Даже с учетом ипотечных программ, которые, к нашему сожалению, не были как-то более либеральными, наверное, в течение этого года, и у людей не появилось дополнительных финансовых возможностей для финансирования покупки по новым ценам. Поэтому многие на сегодняшний день, конечно, просто отложили эту покупку до лучших времен. А это вливание дополнительных денег в реальные сектора надо просто теперь дождаться, чтобы эти деньги, пройдя какой-то определенный цикл финансовый, добрались до карманов наших потенциальных покупателей недвижимости. Строительные компании тоже не сидят сложа руки. Они предлагают потенциальным покупателям свои льготы. Подарки, отсрочки платежа, компенсацию затрат на выплату ипотечного кредита, в частности, процентов в первой и второй годы. Они заинтересованы в том, чтобы рынок не лег совсем, потому что те проекты, которые уже начаты, которые запущены в реализацию, остановить очень сложно. Все прекрасно понимают, что лучше проект дотянуть до конца, выйти в готовые квадратные метры, сданные в эксплуатацию, чем пытаться как-то лавировать внутри этой ситуации с недостроенными объектами. Квартиры в Самаре продаются в большинстве случаев в черновой отделке, а по желанию покупатели могут даже без межкомнатных стен. Состоятельные владельцы приглашают дизайнеров, которые предлагают уникальные архитектурные и интерьерные решения. А малоимущие после приобретения квартиры могут несколько лет делать ремонт, прежде чем переедут туда жить. Сейчас все равно все-таки во главу угла покупки недвижимости наш покупатель ставит цену. Цена определяет 80-90% успешности сделки. Поэтому застройщики, наоборот, стараются сейчас минимизировать цену путем непредоставления вот этих дополнительных функций, дополнительных услуг внутри квартиры. Ну, наверное, это правильная тактика, потому что мы все прекрасно понимаем, что у покупателя потенциального все равно сейчас не будет полного объема средств для того, чтобы профинансировать квартиру вместе с отделкой. На вторичном рынке жилья цены завышены, считают горожане. Был немножко удивлен от стоимости жилья в нынешнее время. Поэтому пока что решил отложить продажу своей квартиры и покупку новой недвижимости. Пока что каких-то подходящих вариантов для себя не нашел. Буду и дальше мониторить ситуацию на рынке. Надеюсь, что найду подходящий для себя вариант. Мнение горожан о том, что цены на вторичном рынке жилья завышены, поддерживают и эксперты. Поэтому некоторые квартиры не продаются по несколько лет. Да и в среднем срок продаж увеличился по сравнению с прошлыми годами. Редко, когда удается найти покупателя за пару месяцев. Рынок первичный и вторичный, они коррелируют друг с другом. Конечно, всегда небольшой лаг разницы в цене присутствует. Но, тем не менее, вторичный сегмент, несмотря на то, что квартиры продаются в состоянии уже с отделкой, но, тем не менее, зачастую это старые планировки, неконцептуальные какие-то проекты, что удешевляет эти объекты по сравнению с первичным рынком. Поэтому они, как правило, процентов на 15, может быть, даже на 20 дешевле предложений на первичном рынке. Самарцы покупают по-прежнему в основном однокомнатные квартиры эконом-класса на городских окраинах, в новых микрорайонах Куйбышевского и Красноглинского районов с парковками, детскими и спортплощадками во дворах, магазинами и социальной инфраструктурой в шаговой доступности. Элитное жилье располагается в основном в Октябрьском, Самарском и Ленинском районах. Здесь условия комфорта соответствуют и цене жилья за квадратный метр. В некоторых жилых комплексах она может достигать 300 тысяч рублей. Здесь уже, кроме вышеперечисленного стандартного набора, включена огороженная охраняемая территория зоны отдыха, фитнес-клубом, магазинами и салонами красоты. В общем, жилье в Самаре предлагают на любой вкус и размер кошелька. В приоритете всегда квартиры меньшей площади. Тем более сейчас тенденция последних нескольких лет, она связана с оптимизацией. Оптимизация и площади квартир в том числе. Спрос на такие квартиры всегда выше, и, соответственно, стоимость квадратного метра, соответственно, тоже выше на небольшие квартиры. Но тут уже мы должны понимать, что район имеет значение. Имеет значение те условия, которые нам предоставляет застройщик, если мы это говорим про новый строящийся жилой комплекс. В сегодняшних условиях застройщики вынуждены не просто продавать квадратные метры, а еще и комфортные условия проживания, что тоже является безусловным плюсом для покупателей. Квартирный вопрос в Самаре решен, заявляют эксперты. Жилья хватает на всех горожан. Вот только пустующие дома и квартира нужно еще купить. Но не у всех есть деньги на их приобретение. Самара вообще уникальный город с точки зрения распределения жилья. Мы делали анализ и подсчитывали примерно среднее количество квадратных метров, приходящихся на каждого жителя нашего города. Вы удивитесь, но на сегодняшний день мы перешагнули планку в 30 квадратных метров на человека. А 30 квадратных метров во всем мире считается, это, скажем так, необходимый достаточный объем квадратных метров на человека. Мы решили жилищную проблему. То есть у нас в Самаре жилья достаточно. Другая проблема, что у нас большой объем этого жилья, малоконцептуальный, не очень удобный, а зачастую просто ветхий, даже аварийный фонд. В Самаре нужна реконструкция старых квадратных метров. То есть убирать с рынка аварийное жилье, на этом месте строить новое жилье. Постепенно тенденция спроса на жилье меняется с однокомнатных квартир на большую площадь, а зачастую и на коттеджи или на таунхаусы. Квадратурой от 100 до 150 метров. При этом цена дома такая же, как трех- или четырехкомнатная квартира в новостройке. В Самаре прошло время расселения коммуналок и многосемейного проживания в одной квартире. Горожане хотят жить в более комфортных условиях.